Правда, мои братья и сестры. Чем ближе вы будете к Аллаху, тем счастливее вы будете. Делаете так, чтобы Аллах был доволен вами, то и вы будете довольны. Во-первых, я рассказал вам о вашей убежденности в Аллахе, о вашей вере в Аллаха, вера и ваша связь с Аллахом. Какая она? Мы слышали это много раз. Это значит, спешите к чему? К успеху. Но когда призывающий, назначенный Аллахом, субханаху ва та'аля, зовет нас к истинному успеху, мы направляемся не в ту сторону, удаляемся. Мы не конкретны с нашим намазом, в нашей связи с Аллахом, и мы ожидаем счастья. Оно может быть. Кто является владельцем счастья? Разве не Аллах? Он говорит, идем, идем к успеху. А что делаем мы? Мы не обращаем на это внимание. Ауду билля. О Аллах, защити нас. Итак, когда мы ищем свое счастье у тех, кто им не владеет, мы словно просим у нищего миллион долларов, но прося того, кого нужно просить, прося счастье у того, кто владеет им, это словно просить у мультимиллиардера один цент. Субханаллах. Пусть Аллах, субханаху ва та'аля, откроет наши двери. Братья и сестры, вы хотите счастья? Вы должны развивать свою связь с Аллахом. Вам нужно улучшить себя. Когда у нас, например, счастливый день, Ид, день заключения брака, свадьба и так далее, мы должны несомненно понять, что счастье в долгой или близкой перспективе может быть достигнуто только, если Аллах доволен нами в этот день. Иногда, в такие счастливые дни, мы должны задаваться вопросом, может быть, мы намеренно вызываем недовольство Аллаха? Пусть Аллах, субханаху ва та'аля, защитит нас и продолжит направлять нас. Амин. Во-вторых, запомните, ваша семья – это очень важно. Аллах сотворил вас среди определенной группы людей. Аллах даровал вам тех, кого вы называете папой и мамой. Они может быть хорошие люди, в основном, в большинстве случаев. Могут быть нехорошими людьми в некоторых случаях, а могут быть и вовсе невыносимыми. Иногда. Но Аллах говорит вам быть добрыми к ним. Мы сотворили тебя. Знаем, чего хочешь, что ищешь. Успеха и счастья. Удовлетворение. И мы дадим тебе это. Но ты должен знать, что мы выбрали тех, через кого ты придешь в эту жизнь. А это твои родители. Твои родные. И поэтому Аллах, субханахуа та'аля, напоминает об этом часто. Начиная с родителей. Аллах, твой Господь, предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро, быть добрым к своим родителям. И аяты продолжаются, рассказывая вам, как вы должны быть добры к ним, что подразумевается под добром. Субханаллах. Но вы должны знать, братья и сестры, если вы оставите без внимания тех, через кого вы пришли в этот мир, как вы станете счастливыми? Можете быть не согласны со своими родителями в некоторых вопросах. Можно. Если они полностью неправы, но вы должны быть уважительны, добры. И поэтому Аллах, субханахуа та'аля, говорит. Если они стараются, пытаются, чтобы ты приобщил к Аллаху со товарищей, вызвав его недовольство. Аллах, субханахуа та'аля, говорит в таком случае, не нужно повиноваться им в этом. Не принимай то, что они хотят, чтобы ты сделал. А продолжай быть добрым к ним, вежливым. Сопровождай их в этом мире по-доброму, наилучшим образом, так как человек и должен относиться к своим родителям. Субханаллах. Без хорошего отношения к своим родителям и к своей семье, ты не сможешь достичь счастья. Люди ищут счастья повсюду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова